Продолжение следует... И посмотрела, посчитала, какое количество у меня петель и рядов в одном сантиметре. Вязать я буду пятой плотностью, обязательно отмечаю. У меня 2,5 петли и 4 ряда в одном сантиметре. Это обязательно в любом случае, чтобы мы не вязали. Петельная проба. И дальше мы уже определяем, что именно мы будем вязать, какое количество петель и рядов. Нам нужна окружность шеи. У меня 35, это свободненькая такая шея. И длина плеча, насколько широкая будет манишка по плечу. Но я сделаю 10, я не буду делать очень широкую. В какой форме у меня будет эта манишка? Она будет лежать на плечах. Вот здесь вот будет иметь резинку. И вот такой вот уголок. Мы вывяжем с вами красивым рисуночком уголок по переду. Умножаю количество петель на количество рядов. Получается у меня 35 сантиметров по шее. Умножаем на 2,5 петли в сантиметре 87,5. Я сделаю 90. То есть у меня по шее 90 петель. Учитывая, что и основное вязание, и резиночка примерно одинаковое количество петель имеют, потому что резинка тянется, а основное вязание стабильно, оставляем 2,5 петли и на рисунок, и на резинку, и на основное полотно. Мне это устраивает. Вот такая петельная проба. Распределяем рисунок. 90 петель. Смотрите, как у нас будет делиться наше полотно. Мы делим его на 4 части. Вот это спина, перед, плечо, плечо. Мы не будем делать какой-то особый расчет. Мы просто поделим наше количество петель на 4 части. Но учитывая, что перед и спинка лежат ровно, а на плече мне нужен сгиб, я умножу количество петель на 2. Итого, 90 петель делим на 4, равно 22,5. Значит, еще раз корректирую. У меня получается 23 петли. Возьму побольше. 23 петли. 23 умножить на 2, 46 петель и 46 петель. Вот количество игл, которое мне нужно для вязания. Итого, 46, 46, 46, 46. 46 умножаем на 3. 138 петель. И плюс 2 краевые я набираю на машинке 140 петель. Все, вот мое вязание. И провязываю 4 ряда, 40 рядов. На самом деле, вот эта величина может корректироваться. Мне важна ширина, длина плечика может корректироваться в процессе вязания. Может, мне захочется еще что-то добавить, а может быть, мне вполне устроит и 40 рядов. Итак, как же мы вяжем? Составляем план изделия. Набираем 100. Набрать 140 петель. Вяжем подгибчик. Подгиб можно делать минимальный, можно большой. Смотрите, какой хотите. Я сделаю подгиб минимальный. Минимальный подгиб на машине рядов 8-10. У кого как, чтобы можно было закрутить полотно на игломашину. И получается, что 10 рядов, которые вы связали для того, чтобы надеть первый ряд на игломашину, это 5 рядов полотна. Потому что подгиб двойной. Поэтому подгиб у меня будет 10 рядов. То есть, 5 рядов полотна. Это из этих 40 рядов, которые мы должны связать основное полотно, уже минус 5. Остается 35 рядов. Причем вот этот подгиб мы вяжем. Если у меня основная плотность будет 5, подгиб вяжу гораздо рыхлее. Потому что там вязание должно растягиваться. Оно по плечам ложится. Восьмая плотность. Отмечаю себе. Дальше я вяжу рисунок. Красивый рисунок. Уголками, чтобы все это на пятой плотности вывязать уголки. Уголки. Сколько они рядов займут, столько займут. Главное, чтобы мы вошли в эти 35 рядов. Не войдем, пускай будет немножко больше. Вывязали уголки. Дальше. Угол по переду. Это вот этот уголок. То есть вот здесь у меня рисунок. И я должна вывязать уголок, потому что мы растягиваемся. Для того, чтобы у меня пелеринка была не одинаковой по всему периметру, а с уголочком. Я могла расстегнуть куртку. Ввязываем уголок по переду. Далее. Соединительный ряд на всех иглах на большой плотности. То есть я уголок по переду провязала. Соединительный ряд на восьмой плотности. Один. И дальше разбор игл делаю через две. То есть как я буду резинку? Вы можете ложную резинку, можете реальную резинку вязать. Это уже дело ваше и вашей машинке. Если у вас двухфонтурная, делайте пересадки на вторую фонтуру, вяжите обычную резинку. Можете вязать ложную резинку. Все. Как хотите. Я буду вязать двойную резинку, разбором через два. Потом вяжу двойное полотно. Полотно я буду вязать, у меня шея длинная, 20 см. Для того, чтобы его согнуть пополам. Воротник двойной. Потом мы вот эти петли надеваем на вот этот соединительный ряд, который у нас был. И закрываем. Нам останется только сшить нашу пелеринку, и она будет готова. То есть видите, все на самом деле очень просто. Мы сделали план вязания, и сейчас четко следую этому плану, будем вязать. Но вот здесь я пропустила еще одну соединительный ряд. Уголок по переду я провяжу. Вот тут разбор игл по плечу. То есть мы должны будет собрать 46 петель на 23 иглы. Вот еще. Вот этот обязательный ряд. Мы после того, как соберем, вот для чего соединительный ряд. И после этого вяжем. Да, я пропустила самое главное. Сборочку по плечам. Все. Теперь план готов. Действуем по вот этому плану. Берем машинку, набираем 140 петель. И вяжем подгиб на повышенной плотности. На самой свободной. Я провязываю подгиб 10 рядов на 8 плотности цветной ниточкой. Основная у меня будет. Основной цвет белый. Отделку я возьму серенькую ниточку. Тоже серый махер. Набор петель для вязания делаем удобным способом. У кого машина с грузиками, любой быстрый способ набора. Навешиваете грузики. Вывязываете 10 рядов подгиба. Надеваете петельки. Грузики перевешиваете на подгиб. Либо оставляете висеть на... Помогаете на нити, на которой они и висели. Уберете грузики в конце, после того, как все свяжете. Чтобы не растягивать основное полотно. Это тоже вариант. Либо у кого ручная прокладка грузиков нет, набираете. Я набираю обвивом. Можно набирать абсолютно любым способом, который вам удобен. Если вы не знаете никаких способов, вам тяжело, конечно, надо начинать учиться с самого нуля. Я это показываю для тех, кто уже имеет хоть какое-то представление о вязании. Итак, мы когда делаем набор обвивом, обвиваем иглу так, чтобы у нас протяжка, вот это вот, это обвиво осталось, внизу. Не сверху вниз, вот так вот иглы обвиваем, а снизу вверх. Снизу вверх, снизу вверх и назад. Снизу вверх, вниз, вверх, вниз. Протяжечка остается внизу. Мы потом эту протяжку надеваем на иглу. У нас получается безукоризненный подгиб. Вот таким способом надеваем иглы, провязываем 10 рядов на выбранной, удобной нам плотности. Вот у нас обвивы наши, видите, вот эта вот петелечка, она отлично видна. Вот они. Самая нижняя, самая такая свободная петелечка, не путайте. Она отлично видна, и мы ее четко надеваем, каждую петелечку, вот такую длинную, на каждую иголку. Их очень хорошо видно. Некоторые продумываются и эти подгибчики перепутать. Но смотрите внимательно. Вот что тянется вот так вот хорошо, вот эта вот ниточка и есть. Наша петелька, которую мы должны надеть на иглу. Потому что иначе у нас будет неровный красивый краешек, а вот такой очень некрасивый неровный рубчик. Нам это не нужно, мы, так, если что-то не так, скинули. И надеваем дальше. Полотно разворачиваем, придерживаем пальцем. Очень... Вот поэтому я говорила, что 10 рядов это, в общем-то, минимум. Потому что если здесь полотна будет еще меньше, я просто физически не надену его на иглу, мне будет очень-очень неудобно. Ну, 5 рядов подгиб вполне себе достаточен. Надеваем весь этот подгиб на иголки. Если у вас был нитевод, и вы пользовались грузиками, надеваете петельки открытые точно так же. То есть у вас не обвивы, а открытые петельки, которые вы надеваете. Оставьте вспомогательную нить там, где она есть. Пусть эта нить и держит грузики. Пусть она растягивается, а не вязание. Потому что если вы вот на это полотно наденете грузики, видите, оно все перекосится. И вернуть его обратно будет очень сложно. Особенно если это махер или какая-то другая тоненькая ниточка. Пусть все висит. У нас помогает на нити и равномерно оттягивает ее вниз. До конца надеваем и провязываем на всех-всех иголках один ряд. Не забудьте, что здесь у нас плотность гораздо свободнее основной плотности. То есть не пятая, как я считала, а восьмая. Для того, чтобы у нас была хорошая растяжка по краю. Потому что полотно будет лежать не ровно, а собираться на плечах. Должно идти по кругу. Поэтому вывязываем на такой свободной плотности. Потом ее будем постепенно уменьшать. Итак, надеваем все петли до конца. Провязываем один соединительный ряд на всех иголках. Провязали подгиб. Провязали два ряда белой основной пряжи на той же восьмой плотности. Для того, чтобы у нас был широкий край. Сейчас мы два ряда на восьмой провязали. Ставлю седьмой. Пока я не забыла, седьмая плотность. Все, мы дойдем до пятой. Так, вывязать уголки, постепенно снижая плотность. Делая более плотно. Итак, рисунок у нас будет уголочками декерными. Декерные. Берем пятиигольный декер и трехигольный. Потом будет двух, одна и прочее. То есть мы будем делать уголки декерными пересадками. Выбираем платину, либо иголочку через 20 рядов. Вот у меня сборка была на этой. Теперь будет на этой игле. Эту пропускаем на следующей. Две иголочки, которые я выдвинула вперед. Беру пятиигольным декером. Переодеваю вот так вот оптом петли на одну иглу. И на вторую. То есть я делаю массовую пересадку петель тем максимальным декером, который у меня есть в наличии. У меня есть пятиигольный, я им и пересаживаю. Но мне его не хватает, поэтому я беру еще трехугольный и добавляю к нему еще три иголочки. Я их просто допересаживаю, скажем так. Получается, что у меня на двух иглах здесь сборка, а здесь две иглы и вокруг них ажурчики. То же самое здесь. Выдвинула, помните, две петельки. Эту пропускаем, следующую выдвигаем. Эту пропускаем, следующую выдвигаем. Вот так вот. Через 20 петель выдвинула иглы. И максимальным своим декером просто сдвигаю все иглы. Если вы не понимаете, как это вязать, у меня в бесплатных уроках в вязальном разделе есть красивый край. Посмотрите, там такой край есть. Он более подробно рассмотрен. Очень подробно рассмотрен этот край. Обратитесь в этот вязальный раздел, в раздел рисунков. Красивый край называется. Там очень подробно этот рисунок увидите. Сейчас я не буду вам так подробно об этом рассказывать. Просто показываю, что мы на каждом ряду делаем сдвижку на одну петлю меньше. То есть в следующем ряду я буду делать не пятиигольным декером и досаживать уже не трехигольным, а двухигольным, потом одноигольным, потом только пятиигольным, потом четырех, трех, двух, одним. То есть у меня получится вот так вот. Идут под уклоном рисунки. Смотрите, красивый край в вязальном разделе. Бесплатные уроки машинного вязания на нашем сайте. Там очень подробно рассмотрен этот рисунок. Сейчас мы этот край вывязываем и останавливаемся. Периодически так. Через каждые 10 рядов мы сокращаем плотность. Сейчас седьмая, провяжу 10 рядов, сделаю шестую. После этого провяжу еще немножко, сделаю пятую. Для того, чтобы у нас, подходя к горлушку, была рабочая плотность. Вывязываем рисунок. Провязали рисунок. То есть у нас получается, видите, он вот такой волнистый и будет. Такими волнами. Это секрет вот этого рисунка красивого края. Мы просто декером, каждый раз берем декер на одну иглу меньше и делаем пересадки на центральную петлю. Или одну иглу, или две, или на три. Тогда у нас дорожка будет пошире. Видите, вот эта вот дорожка из петелек. Очень простой рисунок. Каждый раз берем декер на одну иглу меньше. Два ряда провязываем, делаем пересадку петель на одну иглу меньше, 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 доходим до одной иголочки и все. Рисунок закончен. Он имеет вот такой волнистый край. Очень интересно. Провязали у меня 18 рядов на счетчике. Теперь я могу, поскольку у меня есть цветная отделка, провязать, например, два или четыре ряда, ну, сколько тут, вот такого же размера, например, полосочку из серой пряжи. Для того, чтобы было завершение этой серой пряжи, для того, чтобы мне просто... Теперь можно провязать полосочку серой. Можно не делать этого. Можно было сразу делать все одним тоном. Можно делать полосатый такой, имитацию свитера. Поэтому, смотрите, моя задача провязать... У меня есть 20 рядов, еще рядов 10, потому что у меня вот это вот 5, 20 и еще 10 рядов. Я должна провязать как хотите вяжите. Хотите полосатый, хотите одним тоном. Я сейчас провяжу полосочку серенькую на пятой плотности. То есть ставим рабочую плотность и провязываем 10 рядов любым-любым способом. Полосато, однотонно, кулиркой. Можете еще какой-то рисунок ставить. Я больше рисунок делать не буду. Мне вот на... На моей манишке достаточно будет просто вот этого края. 10 рядов. Вывязали плечико. Теперь я буду делать уголок. Вот этот уголок вывязывать. Помните, как у нас распределялись петли? 46 плечо, 23 перед. 46 плечо, 23 спинка. Ну, вот так вот и идут по очереди. 46, 23, 46, 23. И будет шивание по краю. Поэтому перед я могу делать с этой стороны, могу с той. Не важно. Шов у меня будет идти по спинке. Поэтому вот здесь вот у меня будет уголок. 23 петли являются частью переда. Поэтому вот эта вся длинная-длинная часть у меня будет рукав, бок плечика. 23 петли от 0 до 20, 1, 2, 3. И вот эта вот часть является вот этим передом, моим передом, передней частью. Вот здесь я и вывяжу сейчас с частичным вязанием уголок. Для этого всю вторую половину вязания ставлю в переднее нерабочее положение. Это я делаю для того, чтобы не рвать нить. Провязываю один ряд до середины вязания. Вот это вот пойдет уже второе плечо. Вот здесь у меня на вот этих небольшом количестве петель будет горлышко. Провязываю один ряд. Это я сейчас просто перевожу нить в центр вязания. И 46 петель плюс одна краевая, которая ведет на сшивание. Убираю в переднее рабочее положение. Это плечо. Вот на этих иголочках я сейчас вывязываю уголок. Самым обычным частичным вязанием. Ничего сложного. Как пяточка у носка. Пяточку у носка знают практически все. По одной иголочке. Так, вот сейчас провязываю ряд. И по одной игле убираю. Вот здесь вот. Видите, у меня как раз получается. Вот эта вот часть пойдет на расширение. Конечно, лучше бы, чтобы ушла вот эта часть. Но, видите, не те петли я выдала. Но, в принципе, это не важно. По одной иголочке мы с вами убираем. Вывязываю уголок. Можно было сделать пошире. Не именно уголок по грудке, а уголок с захватом плеча. Ничего страшного бы не произошло. Так, вяжем, вяжем. Немножко пошло, видите, на увеличение здесь. Не сильно, но достаточно. Но, когда мы выстираем, все отлично уляжется. Все будет хорошо. Можно, конечно, не до одной ниточки. Вот. Такая будет вот так. Немножко побольше. Так, теперь переводим каретку на другую сторону. То есть, ставим в рабочее положение иглу с другой стороны. Так, не сказала, что те, у кого рычаги частичного вязания, их надо отключить. Обязательно так. Отвели ниточку иглу. И переводим каретку на предположенную сторону. Все. Теперь ставим все в рабочее положение. Смотрим, что у нас там идет по плану. Уголок по переду мы связали. Теперь собрать 46 петель на 23 иглы. Все. Провязываем. У нас вот здесь вот несколько обкруток. Они совершенно не нужны. Провязываем один общий ряд. Взбили все обкрутки. Берем вспомогательную ниточку, любую бросовую нить. И снимаем наше вязание. Все. Просто срезаем вязание на вспомогательную нить. Вот она наша манишка. Вот так она выглядит. Теперь наша задача надеть ее обратно со сборочкой. То есть мы выбираем 46 петель с одной стороны. Так, 46. И 46 с другой стороны. И отмечаем 23 раз. Так, 23. 23 сюда. Просто выставляем, чтобы не путать. И 23 сюда. Все. Вот наши... Так, плюс по одной еще и краевой. Про них забыли. Вот разделили. И теперь мы просто совершенно спокойно и даже не думаем на вторую часть. Это наше горлышко. По одной петле на иглу. Здесь, это наше плечико. По две петли на иглу. Надеваем. Совершенно спокойно. Не раздумывая, не задумываясь. Потому что у нас количество игл совпадает. Так, где мой крючок. Почему все теряется? То есть так же изнанкой к себе. Ничего не переворачивая, не перекручивая. Просто вспомогательную нить. Загибаем назад. И по две петли на одну углу надеваем. Мы делаем сборку на плече. Периодически убираем в переднее рабочее положение уголки, чтобы они не натягивали вязание. Вспомогательную нить мы уберем потом. То есть мы сначала надеваем все вязание на иглы. Потом убираем вспомогательную ниточку. Так, чтобы ничего не натягивало, лучше вязание положить. И вот таким способом. На плечах по две петли на иглу. На спереди и спинке по одной петле на иглу. Надеваем все вязание. Делаем на плечах сборку очень сильную. В два раза. На самом деле технологий вязания манишек очень много. Я вам здесь показываю только одну из них. Вот так вот и вывязываем. На самом деле можно было отметить, пока наша манишка висела на иглах, середину и идти от середины. Если вы боитесь запутаться, отмечаете середину, вот эти 23 иглы. Тогда вы не запутаетесь и все будет гораздо ровнее. Если страшно. На самом деле, учитывая, что мы все иглы посчитали первоначально, то перепутано тут быть ничего не должно. Надеваем, надеваем, надеваем. Все в полотно. И провязываем один соединительный ряд на очень свободной плотности. Вот это вязание для тех, у кого грузики, надо будет оттянуть. Либо провязывая ряд, подтягивать его, поддерживать руками. Потому что вот такая сборка, может быть, не очень хорошо пойдет вязать машину первый ряд. Поддержите ее руками. Так, надели плечико. Ставим следующую партию игл. Вот у меня эти иглы тоже стояли впереди, но я их отметила. Но они до нулевой платинкой, поэтому не перепутать. И здесь по одной петле на иглу. Это как раз наш уголок, который мы вывязывали. Вот при таком вязании уголок очень ярко выраженный явно. Чтобы он не перекосил нам все вязание, нам эту манюшку надо будет выстирать, разложить, чтобы она улеглась, чтобы этот уголок выровнялся. Но ему одеваться будет все равно некуда, потому что здесь у нас пойдет горловина. Поэтому вязание должно быть очень свободное, чтобы этому частичному было куда укладываться. Если вязание будет тугое, у вас этот уголок останется висеть мешком на шее. Так, по одной. Видите, здесь по одной. Для такого вот пересадки, для такой, выбирайте пряжу, помогать на нити контрастные. У вас будут очень хорошо видны петельки. Дошли 23. Теперь следующие иглы по одной и по две. Все то же самое. Надели полотно. Просто вытягиваем нашу вспомогательную нить. Она прекрасно вытянется. Мы ее распускаем. Если вы нигде ее не задели, не надели на иглу, она прекрасно, видите, у нас освободилась. Ее не надо было рвать, распускать, рвать и портить. Все. Это может быть любая пряжа, которой вы пользуетесь. Теперь один соединительный ряд на большой плотности. Для чего он нужен, вы потом увидите. Один ряд. Соединяем наше вязание. Ставлю восьмерочку и один ряд провязываю. Следующий этап работы. Соединительный ряд восьмой плотности. Один провязали. Разбор игл через две. Берем декер. И начинаем делать разбор игл. Но, если у вас есть вот такая чудная линейка, один к двум, проверьте, как у вас получается этот разбор игл. Вот здесь остается две. И что остается? И две. То есть у меня получается, что две иглы снаружи, две с одного края, две с другого. Отлично. Вот здесь одна игла пойдет на сшивание. Вторая петля создаст у меня имитацию отсутствия шва. Очень хорошо. Вот отмеченные петельки. Я просто пересаживаю на соседние. Буду делать ложную резинку. Вот все, что я снимаю, заднее нерабочее положение, они там и остаются. Все. Те иглы мне больше не нужны. Я вяжу горловинку. Если у вас машина двухфонтурная, или у вас много времени, или большое желание, вы можете связать полноценную резинку. Я буду вязать ложную. Главное ничего не путать. Не цеплять лишнее. До конца ряда убираем. Убрали все иголочки в заднее нерабочее положение, с которых мы сняли петли. Ставим все в работу, либо рычагами, либо руками, кто как. И вяжем горловину. Сложную горловину 20 см, либо сколько вам нужно. Провязывайте нужное количество рядов. Не забудьте выставить рабочую плотность. Провязали двойную длину шеи. Теперь просто берем вот этот соединительный ряд, который мы провязывали. Он, в общем-то, должен быть хорошо виден. У него такие крупные петельки. Вот они все. И мы эти крупные петельки надеваем на иголки. Ну, поскольку там петли у нас идут без разбора еще, вот эти петли выставляем в рабочее положение все-все иголки. И этот соединительный ряд просто надеваем на иглы. Так, нет. Он уже с разбором идет. Он у нас идет уже с разбором. И теперь связали двойную длину шеи, горловинки. И теперь берем вот этот соединительный ряд. У нас как раз идет с разбором. Раз, два. Ажур. Раз, два. Ажур. Раз, два, три. И протяжки надеваем на иголки. В принципе, можно даже не петли, а именно протяжки. Видите, вот протяжка. Вот. Наши в ажуры. Если мы ее сейчас наденем на иглы, очень хорошо получится. Поэтому достаем иголку, протяжку надеваем. Так, не вот эту, а вот эту. Достаем иголку. Первую протяжку. Надеваем. Достаем иголку. Первую протяжку. Надеваем. Вот таким способом надеваем все протяжки. Видите? Иголочку достаем. Первую протяжку на нее надеваем. Иголочку достаем. Первую протяжку на нее надеваем. Так мы не запутаемся сейчас, где какая. Вообще можно было, конечно, и цветной нитью провязать, раз у нас все-таки цвет присутствует, но, в общем-то, это не так важно. Мы таким способом выходим из положения, не путаемся, какую петельку, откуда надевать. Надеваем все протяжки на иглы отпущенные. Вот эту первую протяжку и надели, которая у нас болтается. И между ними можно еще, видите, две протяжки. Раз, два. Все. Мы вот таким способом сначала надеваем протяжки от иглы первой, а потом между ними, видите, две протяжки. Раз, два. Чтобы не перепутать рядность. Так мы четко надеваем на иглы один ряд полностью. Так и здесь мы видим протяжку. Вот она и вот она. Надели. Здесь протяжка вот и вот. Надели. Надеваем все изделие на иголки. После того, как надели все петли на иглы, закрываем очень рыхло, удобным способом. Будем закрывать косичкой. Такой очень-очень-очень свободной косичкой. Ты же рабочий нитик. Тереть нельзя, иначе у нас будет перетянуто шея. Очень свободно, очень рыхло. Закрыть. Рыхло-рыхло-рыхло. Косичка заключается в том, что мы снимаем все петли на петлю ловитель и провязываем общую петлю. Рыхленько так. Ориентируясь на иглу через одну. Дотянулись, значит петля рыхлая. Сняли следующую петлю с иглы. Образовали общую петлю. Дотянулись до иглы через одну. Петля будет одинаковая, свободная. Сняли. Дотянулись до петли через одну. Сойдет. Если вы очень сомневаетесь или не умеете делать, ну у вас некрасивое получается закрытие края, очень-очень рыхло провяжите один ряд. У вас машина сделает соединительный ряд одинаковый, чтобы не было некрасивости с лицевой стороны. Если у вас нет колков, на которых висит вязание, вязание может повисать периодически. Чтобы этого не происходило, выдвигаем иглу через сколько-то там рядов, обвиваем ее и закрываем дальше. У вас вязание висит на вот этих иглах. Оно никогда не свалится. Вот таким вот способом. Снимаем все наше вязание. Закрываем его, снимаем с машины. Смотрим, что получилось. Примеряем на себя, если все нормально. Идем, его стираем и раскладываем, чтобы оно разгладилось, улеглось как следует. И будем после того, как оно высохнет, будем его сшивать, когда он уже примет свою форму. Итак, закрываем, стираем, раскладываем и высушиваем нашу манишку. Потом будем смотреть, что получилось. Но это опять же в том случае, если вы сейчас ее снимете, примерите, и она вам подойдет. Если что-то не так, тогда мы, конечно, ее не стираем, потому что выстиранную шерсть второй раз использовать уже проблематично. Пока она не улеглась, можно перевязать. Но я надеюсь, что у нас с вами все хорошо и перевязывать не придется. Вот такая у нас манишка получается. Я ее подпарила немножко, чтобы она никуда не сгибалась, она приняла форму. Очень хорошо держит горловинку. Видишь? Ложная резинка. То есть так она может быть и тонковата, а вдвойне очень хорошо греет шею. Отлично. Начинаем зашивать. Зашивать будем иголкой и желательно той пряжи, которую вязали. Это у меня белый махер. Начинаем зашивать. Вот с этого подгиба. У нас вот здесь подгибчик был. Вот он. Его мы и должны зашить. Причем должны зашить так, чтобы его не было видно. Можно взять вот эту вот шерсть, которую у нас были, можно белую. Как хотите. Я буду зашивать этой белой ниточкой и все сразу. А потом вот эти все хвостики заправлю внутрь подгиба. Видите? На изнанку. Вот это изнаночное. Лицом внутрь. Складываем рядышком наше изделие. Вот так вот. Вот они. И начинаем зашивать. Здесь вот у меня можно спрятать ниточку. Ниточку пока не прячу. Вот этот хвост пускай остается висеть. Он мне не нужен. И теперь я подхватываю петлю с этой стороны. Подхватываю петлю с этой. Петля у меня петельный столбик. Целый петельный столбик. Вот он. Одну петелечку здесь. Одну петелечку здесь. Одну петелечку здесь. Петельный столбик. Видите? Я даже не затягиваю пока. Где-то у меня хвостик. Главное держать их рядышком, чтобы не перекосить. Одну петелечку здесь. Петелька тут, петелька там. И через небольшое количество строчек я просто затягиваю. Нитку у меня получается совершенно не видно шва. Едем дальше. Вот таким способом. Петелька здесь. Не подтягиваю пока. Петелька здесь. Развернули лицом к себе. Мы связали. Так. Все вывернули назад. Все нитки. И поехали вот таким же способом. Петля с одной стороны. Петля с другой. Целый петельный столбик у меня уходит внутрь. И чем чаще я буду делать швы, эти стежочки, тем аккуратнее у меня будет сшито изделие. Несколько стежков делаю. Сейчас я дохожу до края серой части. Раз. Так. Петельный столбик. Вот он. Все. Вышло. И аккуратно подтягиваю его. Главное не перетянуть изделие. Все. И даже несмотря на то, что у меня нитка белая, а не серая, шва не видно. То есть нитки не видно. Вот. Изгиб идет как шел. Ничего не видно. Все вот эти вот ниточки, которые бы хрома тут висела, мы начинали вязание. Пусть висит. Оно не мешает. Все внутрь. И все. Теперь разложили наше изделие спокойненько. Подогнали вот так вот длину изделия вот так, чтобы полоса у меня не прерывалась. И идем в петельную петельку с одной стороны, протяжка между петельный столбик один за протяжку, петельный столбик с другой стороны. Вот эта протяжка очень хорошо видна. Главное не сбить вязание и брать по одному, по одной петелечке с каждой стороны напротив друг друга. Получается такой эффект отсутствия шива. Очень просто сшивается. Несколько стежков сделали. Подтянули. Несколько стежков сделали. Подтянули. Слишком много, слишком далеко не уходите. Так, без затягивания. Главное придержите его здесь пальцем и тяните. Все. Подтянули там, подтянули здесь. Шива не видно. Удобный способ, но он не эластичный совершенно. Если бы мы сшивали, видите, с обратной стороны очень ровная дорожка идет. Встык я здесь не сшиваю. Есть еще другие способы сшивания. Здесь я показываю сшивание вот такое. Шов виден. Можно сшивать без шва. Но это немножко другая технология. В этом изделии я показываю такое сшивание. И вот таким способом мы сшиваем за каждую протяжку. Здесь протяжка, видите, петельный столбик идет. И вот эти вот протяжки между петельными столбиками мы и захватываем. Таким вот способом зашиваем все лицо. Вот так лицо, лицо, лицо. Переходим. И вот таким вот так по кругу зашиваем изнанку. Останавливаемся вот здесь. Где у нас будет сшито вот это вот. Вот таким способом сшивая за одну протяжечку, подтягивая периодически нитку. Там через каждые 1,5-2 см мы приметали, подтянули ниточку, приметали, подтянули ниточку. Главное совместить полоски, совместить резинку, прошить с лицевой стороны нашу ложную резинку, прошить с изнаночной стороны вот таким же способом за протяжку. И остановимся в изнавании резинки. Вот это место у нас уже будет сшито. И перекосить вам будет очень сложно при всем желании. Можете поставить меточки себе, булавки на отметите, к булавке совмещать булавки, тогда вы точно никуда не уедете. У вас будет идеально ровный шов. Очень простой метод сшивания, очень аккуратный получается, очень хорошо и практически ничего не видно. Вот таким способом зашиваем до конца и наша манишка готова. Останется только убрать подгибы, вот эти вот ниточки торчащие, отрезать, затянуть его в подгиб петлеуловителем и все можно носить. Продолжение следует... Продолжение следует...